Считанные дни остались до 9 мая, дня Великой Победы советского народа над немцами. Прошло время, но память о той страшной жуткой войне все еще жива. Мужеству и героизму, любви и верности, незабываемому подвигу народа, отстоявшего свою свободу и независимость Великой Отечественной войне, посвятили свои произведения многие писатели и поэты нашей страны. 4 мая в детской районе библиотеки прошел очередной конкурс чтецов, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурсантами были учащиеся седьмых-восьмых классов обеих школ Аула Кашихабль. Также присутствовали их классные руководители. Конкурс проходил по трем номинациям. Знание наизусть текста, соответствие содержания текста заявленной теме, эмоциональность исполнения. А оценивали выступающих компетентные жюри в составе ведущего специалиста Центра народной культуры Эммы Аюбовой, заведующей детской библиотекой Марит Ямыковой, заведующей отделом обслуживания Центральной библиотекой Рузаной Хасановой, заведующей методическим отделом Центральной библиотеки Сусанной Кидокоевой, заведующей отделом ВСОО Надеждой Сипка. Учащиеся седьмых-восьмых классов вынесли на суд жюри свои любимые произведения о Великой Отечественной войне. Стихи можно было читать как на русском, так и на адыгейском языках. Из Пашева Авида, восьмой класс, первая школа, 22 июня, Дмитрий Попов. Июнь, Россия, воскресенье, рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение до первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется, смерть поберет парад Алле, и навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Безумный шквал огня и стали не повернется сам назад. Два супербога, Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Июнь, Россия, воскресенье. Страна на грани, быть не быть, и это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Ушева Милана, Михаил Исаковский. Баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино. И стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его с собой. Все боялась. Вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» просили земляки. «Алексей!» кричали. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома ей все чудилось кино. Все ждала. Сейчас вот-вот. Посвиди тревожной суеты Постучится сын ее с войны. Шарипова Мадина, 8-й ап, 2-я школа. Алексей Сурков, «Утро Победы». Где трава от тросы и крови срая, Где зрачки пулемета в сире поглядят. В полный рост над окопом переднего края Поднялся победитель солдат. Сердце билось о ребра, Прерывисто, часто. «Тишина, тишина! Не во сне, наяву!» И сказал пехотинец, Отмайлись, басту! И приметил подснежник ворота. И в душе, тосковавший по свету и ласке, Ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат, И к простреленной каске Осторожно приладил цветок. Снова в памяти ожили, были живые, Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За четыре немыслимых года впервые, Как ребенок заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, Сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, Предвещая солнечный день. Юлия Олифер, День Победы Идут года, но кровоточат раны, Врагами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, За молодость беспечную мою, За то, что не стреляют автоматы, Что мины не взрывают тишину. Вы были молоды, ни в чем не виноваты, За что судьба вам уготовила войну? Чтоб дать нам право жить на этом свете, Вы шли сражаться грудью на врага, Вас ждали дома, мамы, жены, дети, Храня тепло родного очага. За то, чтоб звезды в небе нам сияли, За то, чтоб на дворе цвела весна, Сражались вы, и за ценой не постояли, Но непомерно высока цена. И каждый год весной в начале мая Объединяет праздник всю страну. Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, За что судьба вам уготовила войну. И слезы всякий раз стают туманом, Готовы ливнем грустить течь из глаз. Спасибо, дорогие ветераны, Вам всем, отдельно, каждому из вас. Как ров сияют красные тюльпаны, Возложенные к вечному огню. Спасибо, дорогие ветераны, Вам всем, отдельно, каждому из вас. Я никогда, поверьте, не устану За ваши подвиги во всех благодарить. Спасибо, дорогие ветераны, За этот шанс под мирным небом жить. АПЛОДИСМЕНТЫ Меды войны неизгодимы, Пускай окончится она, Нам не пройти спокойно мимо Незатемненного окна. Юнцы, видавшие немного, Начнут потрунивать слегка, Когда нам вспомнится тревога Из луки мирного гудка. Счастливцы, кто из них поверит, Что рев вселен кидает в дрожь, Что сток захлопнувшейся двери На выстрел пушечный похож. То бика им, как трудно спичка, Порой давалась москвичам, И отчего у нас привычка Не раздеваться по ночам. Они, минувшего не поняв, Запишут в скряки старика, Что со стола ребром ладони Сметает крошки табака. АПЛОДИСМЕНТЫ Димир Высоцкий. Братские могилы. На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне виден вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горячий Рейхстаг, Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? Рождественский, помните, через века, через года, Помните, через века, через года, Стоны, горькие стоны, Памяти павших будьте достойны, Вечно достойны, Хлебом и песней, Мечтой и стихами, Жизнь, люди, Покуда сердца стучатся, Помните, Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните, Песню свою отправляя в полет, Помните, О тех, кто уже никогда не споет, Помните, Детям своим расскажите о них, Чтоб вы запомнили, Детям детей расскажите о них, Чтоб вы тоже запомнили, Во все времена бессмертной земли, Помните, К мерцающим звездам ведя корабли, О погибших помните, Встречайте трепетную весну, Люди земли, Убейте войну, Прокляните войну, Люди земли, Мечту пронесите через года, И жизнью наполните, Ну а тех, кто уже не придет никогда, Заклинаю, Помните, Мусаджа Лиль, Чувочкин, Их расстреляли на рассвете, Когда еще белела мгла, Там были женщины и дети, И эта девочка была, Сперва велели им раздеться, Затем к обрыву стать спиной, И вдруг раздался голос детский, Наивный, чистый и живой, Чувочки тоже снят мне, Дядя, Не упрекая, Не броня, Смотрели прямо в душу глядя, Трехлетней девочке глаза, Чувочки тоже, Сметинем, СС-совец объят, Рука, Сама собой, Вдруг опускает автомат, И снова скован взглядом детским, И кажется, Что в землю врос, Глаза, Как у моей утины, Сметенью смутно произнес, Овеянный невольной дрежи, Нет, Он убить ее не сможет, Но да, Он очень спеша, Упала девочка в чулочках, Снять не успела, Не смогла, Солдат, Солдат, А если дочка твоя Вот здесь бы так легла, И это маленькое сердце, Пробито пулей твоей, Ты человек не просто немец, Ты страшный зверь среди людей, Шагал, И сессовец упрямо, Шагал, Не поднимая глаз, Быть может, Эта дума Сознание травленным Зажглась, И снова скован взглядом детским, И снова слышится опять, И не забудется навеки, Чувочки дядя, Тоже снять. По итогам конкурса Диплом первой степени Получила ученица Восьмого класса Первой школы Виктория Волкова. Диплом второй степени Ученица Восьмого класса Первой школы Сабрина Кидокоева. Диплом третьей степени Получили сразу двое. Мадина Этлешева Седьмой класс Индар Шишев Восьмой класс Ученики СОШ Номер один. За эмоциональность Исполнения Приз зрительских симпатий Получила ученица Второй школы 8 класса Замира Тумова. Мы в свою очередь также присоединяемся к поздравлениям.